Марк, будем говорить про Израиль. Я, как человек, который находится в состоянии, в котором сегодня проснулись израильтяне, мы находимся в этом состоянии 591, день полномасштабного вторжения. Я знаю, что нет ничего хуже войны. И, конечно же, прежде всего хочется начать со слов соболезнования, большой поддержки государству Израиля, Украина. Президент Украины сегодня сказал свою позицию, что, конечно, Израиль имеет абсолютное право защищать себя, наказывать врагов, отстаивать свою территориальную целостность. Давайте начнем то, что называется сверхов, как такое могло произойти, потому что в Украине тоже это обсуждается. Вы знаете, что мы нашей власти задаем вопрос, а как пропустили это вторжение. Но и в Израиле то же самое. Суперразведка, суперармия, и тем не менее, как гром среди ясного днема, вот сегодняшнее нападение Хамаса. Ну, во-первых, у Израиля такие просчеты уже бывали, именно у разведсообщества, допустим. А известная война судного дня, в долине слез, известная такая компания, когда тоже проворонили нападение армии. Потом, правда, дошли до Дамаска практически. Как и всегда, раз за разом повторяется одно и то же. Значит, нападение неожиданное, которое не смогли просчитать, не смогли выяснить заранее, предупредить. И потом тяжелейший такой удар по источнику, вот уже, похоже, отбиты все города, насколько я понимаю. И, возможно, сейчас сектору газа придется реально не сладко. Потому что они набрали заложников, по разному оценкам, это несколько десятков человек, это и военнослужащие, и мирные граждане, и так далее. Но я думаю, это тот случай, когда церемониться не будут, рискнут на то, чтобы просто силой заставить вернуть заложников. Ну, посмотрим, как процесс пойдет. Армия Израиля сейчас освобождает, насколько я понимаю, города, в которые вошли террористы Хамас. Но, скорее всего, с высокой степени, вряд ли, армия зайдет на территорию сектора газа, а это совсем будет плохо. Для газа, для палестинцев очень плохо. То есть, уже звучат голоса от министра обороны Израиля о том, что он уже открыто обвиняет Иран, стоящий за этой атакой. Допустим, будем исходить из того, что это Иран. Допустим. Это еще будет выясняться и так далее. Ну, если действительно выясняется, что Иран за этим стоял, то Ирану достанется еще хуже, чем даже сектору газа. А вот. Допустим, это Иран. Тогда вот интересная конструкция получается. Вы правильно сказали, Зеленский однозначно поддержал Израиль, заявив о его праве, значит, на все необходимые действия, в том числе и на территории сектора газа. Что делает Москва? Москва заявляет о том, что, ой, говорит, это все результат неисполнения резолюции, то да сё. Садитесь за стол переговоров там и так далее. Вот я выступал в Израиле, да, вот 23 сентября это было в Доме армии, если перевести, значит, там задавался мне вопрос, почему вот к Израилю, но это благожелательный был вопрос, естественно, основа аудитория была на 100% поддерживающая Украину. Вот почему ей надо поддерживать Украину, вот почему, Марк Захарович, вот скажите. А я, так сказать, если кому интересно могут посмотреть, сказал, что друг моего друга, враг моего врага, ну, по той формуле, при которой странное дело получается, что держащий нейтралитет Иерусалим, ну, то есть Израиль, удивительным делом, значит, имеет комплементарные условно, скажем, отношения с Москвой, которые Хамас официально признаёт, участники Хамас постоянно приезжают в Москву, в Москву, это не секретно, для кого с ними встречаются на высшем уровне, и Лавропы, и там, и пониже люди, вот, Иран, ну, тут и обсуждать нечего, это просто союзник, военный союзник Москвы против Украины, тогда не очень понятно, почему это Израиль делает нейтралитет, учитывая, что, значит, вот эти, как минимум, участники, поддерживающие Москву, являются врагами Израиля, и, собственно, создают угрозу ему. А я вообще хочу сказать так, да, это, безусловно, и террористическая атака, и военная диверсия, это всё вместе, то, что осуществлено Хамас, поддержано, там, исламским джихадом, ряд стран высказались, но, скажем так, ребята дорогие, вы решили рискнуть, вы решили, так сказать, это осуществить акт, не надо прятаться, никто больше не в домике. Вот я всегда, окей, вы решили вот так, вы считаете себя военными, да, вы, как бы, напали на эти города, там, взяли генерала, говорят, вот, от ним рода, женщины какие-то, так сказать, и так далее. Ну, как бы, не надо потом жаловаться, говорить, что вы творите с сектором газа, понимаете, ну, как бы, всё должно быть по-честному, обоюдно, как бы, пеняйте на себя. Я вот об этом, и я думаю, что скоро мы это увидим, как раз. И как раз мы увидим заявление со стороны Москвы, которое будет выгораживать, пытаться сказать, надо остановить эту эскалацию, вхождение армии обороны Израиля на территорию сектора газа. Вот такие уже знакомые нотки звучат. Ну, как бы, понимаете, в такой ситуации Израилю оставаться нейтральным, учитывая, какую позицию занял президент Зеленский, ну, представляю, украинский народ, представляю, украинскую власть, какую позицию заняла Москва, ну, это странно. Ну, это странно, а это чревато. А что дальше, а дальше что будет? Иран заполучит атомную бомбу и скинет её на Израиль, будучи военным союзником Москвы, поставляя Москве дроны, поставляя, возможно, будет поставлять, но пока этого нет, баллистические ракеты и так далее, и так далее, и так далее. Чего будет дожидаться власть в Израиле? Я считаю, что ситуация с этой справится, моё личное мнение. Да, будут погибшие уже, там, до 100, говорят, погибших израильтян, около 200 погибших палестинцев, но будет гораздо больше. Я думаю, что в Палестине погибнет, я имею в виду, в секторе газа намного больше. Людей, скорее всего, за эту ночь погибнет ещё несколько сот человек, минимум. Значит, удар по Ирану, если он будет, если, так сказать, в какие сроки и так далее, возможно, будет удар авиационный или ракетный со стороны Израиля по военным объектам. Там, и, возможно, это будет как раз связано с ядерными объектами. Это как раз хороший предлог, хороший повод сейчас. Значит, что может извлечь, собственно говоря, Украина? Она может получить в качестве союзника Израиля, это грозный союзник, хотя бы уже по тем военным ресурсам, которыми он обладает. Ну, там, так сказать, железный купол, вот это и всё остальное. В чём очень-очень нуждается Украина, учитывая вот то, что произошло в Харьковской области, в посёлке Гроза с убийством 50 человек и в других местах. Это что, единственное, что ли, из этого может, безусловно, извлечь большую Украину пользу, военную пользу. И, как бы, я считаю, что этой ситуации, безусловно, надо воспользоваться. Можно ли увидеть здесь след Москвы? Наверное, опосредован он есть. Вот посмотрите, как реагируют московские паблики. Они заявляют, вот, типа, занимайтесь Израилем, отвлекитесь, а мы тут Украину додушим. Понимаете? То есть, есть другие заботы, надо на них перекинуться, а мы тут с Украиной, типа, разберёмся. Ну, я грубляю, конечно, утрирую, но смысл именно такой. Чем больше конфликтов на Ближнем Востоке, в Южном Кавказе, там, с Карабахом, в других местах, тем лучше для Москвы. Потому что есть чем заниматься. Западу, союзникам и так далее, понимаете? То есть, для Москвы эта атака, она, ну, скажем так, даёт ей известный шанс на передышку или на какое-то постороннее, перпендикулярное, там, влияние на ситуацию в самих Соединённых Штатах, там, в Израиле, там, ещё где-то. Безусловно. Безусловно, потому что отвлечь внимание от театра военных действий в Украине, в Восточной Европе. То есть, логика понятная, она же линейная. Значит, что касается Запада, ну, Америка поддержала Израиль, говорят, что это фейковые, про 8 миллиардов, я думаю, там, и так идёт война. Это невозможно, реализованный политический процесс в Америке. Да, да, потому что там временный бюджет, и сейчас невозможно ничего выделять, но это не проблема, там, деньги они решат, поверьте, вот-вот в отношении Израиля, по денежкам решат, у них свои, как бы, каналы, они умеют это делать, там, не будет проблем. Ну, что Запад, понимаете? Ведь это же тоже возникла ситуация из-за нерешительности, из-за какого-то, понимаете, вот этого мельтешения ненужного. Что в Украине, что на Ближнем Востоке, что с Ираном, что с другими местами, понимаете? Это всё из-за того, что нету железного кулака, который просто ударит по столу, и всё. И скажут, что вот, всё, теперь давайте выравниваем ситуацию, выглаживаем до степени, что если кто-то поднимется, ну, того, значит, молотком, киенкой. Вот это, как бы, разбалансированность процесса в начале 21 века, она складывалась не за один, разумеется, день. Запад уходил от военной роли жандарма, хоть об этом постоянно и говорилось. Ой, вот оно там жандарм международный. Ну, где жандарм? Ну, какой жандарм? Ну, в какие времена это видно было, чтобы, значит, какие-то такие всполохи в разных местах света происходили, и не было молниеносной реакции? Ну, когда такое было, вот в холодную войну, да ты попробуй только, где-то взвизгни, понимаете, сразу прилетят самолётики. Сейчас начинаются какие-то мутные обсуждения, плюс ООН. Вы вот видите где-нибудь ООН в этом процессе? Вот где вот эта ООН, которая гарантирует безопасность? Что в Украине, что в Израиле на Ближнем Востоке, что в других местах? Ну, нет такой организации, понимаете. Это лишний раз доказывает, что гарантом безопасности она не является ни в каком виде. То есть это институты отжили своё. И не надо их возобновлять в этом универсальном виде, создавая... Давайте вместо ООН создадим супер-ООН, в которой все народы будут объединять. Не надо объединять все народы. Зачем? Объедините те народы, которые подобные к подобному, пусть потянется. Есть на свете 100 демократий из 200 приблизительно стран. Так пусть они свою ООН создадут. Подобные к подобному. Общие правила внутри себя. И огородятся таким забором, что за который пролезть нельзя будет. А если кто-то хочет присоединиться, то извини, дружок, чтобы с нами сесть на одном гектаре. Ты, пожалуйста, тоже устрои себя демократию, права человека, рыночную экономику. Ну и все вот эти цивилизационные ценности. Тогда ты с нами будешь садить за на что, ешь, пей и так далее. А не так, чтобы давайте права человека, вот соответствующий комитет в ООН возглавить Россию. Вы знаете? Ну правильно. А до этого его возглавляла при Каддафе, значит, или Ливия возглавляла, при, значит, Хусейне и Рахузглавляла. Ну, понимаете, насколько абсурдно вообще идея универсальных прав, когда она реализовывается и экстраполирует, что все одинаковые ценят всеобщую декларацию прав человека. Да никто ее не ценит. Есть страны, которые совершенно принадлежат другому цивилизационному ареалу. Они, в принципе, не способны к переходу на это. Нет универсальных ценностей. Они исходят из того, что облик человека приравнен к образу подобию Божьему. А человека Божьего его нет нигде. Ни в исламе, ни в других местах. Поэтому нужно уже прийти к той мысли, что универсального правительства, главного такого, да, мордодержа на планете не будет. Их будет парочку, тройку. И они как-то между собой все-таки будут договариваться. И какую-то будет иметь роль и влияние на соответствующих сателлитов. Потому что вот иерархично устроена система, при которой мы уже, исходя из того, что происходит, считаем, что за атакой Хамас стоит Иран. С целью какой? Чтобы не допустить союза Израиля с Саудовской Аравией. А вот маленькая была заметочка, знаете какая? Не так давно, две недели, я вам об этом упоминал, что Израиль, типа, через американцев собирается помогать в ядерной программе создания ядерного оружия Саудовской Аравии. Почему? Потому что тут отреагировал на усилия Ирана по созданию ядерного оружия и говорит, что если вот Иран действительно создаст ядерное оружие, то Саудовская Аравия точно станет пороговой страной и точно прибегнет к созданию этого ядерного оружия как противодействия, как другой полюс по отношению к Ирану. Хуже того, это все происходит на фоне того, что Москва заявила, что отказывается от обязательств по прекращению, по недопущению ядерных испытаний. То есть, это означает что? Что мир видит единственным гарантом своей безопасности как раз наличие ядерного оружия, а не его отсутствие. Ну, а для того, чтобы его иметь, нужно, конечно, проводить испытания, посмотреть, как оно работает, ну, показать, продемонстрировать, что оно есть, ну, и так далее, и так далее. То есть, это говорит о разбалансировке, которая идет, конечно, с моей личной точки зрения, из-за войны в Восточной Европе. Вот я так считаю, что фоном идет, и события в Карабахе отчасти фоном ее идут, события сейчас на Ближнем Востоке фоном идут. Но если можно воевать прямо в Европе, про матери цивилизации, что называется, да, из пены морской Европа вышла, помните античный миф, то почему нельзя воевать на периферийных пространствах, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, в Южном Кавказе или там где-нибудь в Азии и так далее. Почему? Если в Европе воюют спустя десятилетия после Второй мировой войны, то почему нельзя воевать в других местах? Это, безусловно, является производной, ну, условной производной от того, что случилось в феврале прошлого 2022 года. Я думаю, что частично своих целей эта атака достигнет, потому что, конечно, уже исламский мир реагирует болезнью. Ну, в Сирии ладно, но Катар уже заявил о том, что вся ответственность лежит на Израиле, тоже интересно. И Саудовская Аравия тоже это заявила. Но она не может по-другому себя повести по той простой причине, да, что исламский мир должен заселедать. Конечно, конечно. Но так, в общем и целом, все всё понимают. Значит, поэтому дальше этого не пойдут. А вот Израилю, у него непростая ситуация. Ему нужно каким-то образом, во-первых, справиться с потенциальной будущей угрозой, что помимо вторжения этих нескольких сот боевиков, не забывайте, был обстрел, ночью там чуть ли не 5000 ракет, говорят, в общем, понимаете? Откуда у них столько ракет? Откуда они столько прилетели? Удары были по Тель-Авилу, удары были по городам на юге, то есть везде удары были. То есть Израилю надо решать вопрос безопасности. А вот правительство Натаньяху, оно, понимаете как, оно ведь и характеризуется, и в Израиле я много с кем об этом говорил. Ну, как бизнесмены. Бизнесмены, которые, ну да, они очень много делают для экономики израильской, для стимулирования отношений внешних и экономических с странами-соседями, с арабским миром, они очень хотят наладить отношения. Очень хотят в Израиле, да, и хотят, и даже задабривают в чём-то вот соседей, и в Саудовской Аравии уж точно. И отношения там тёплые с Бенсальманом и другими. Но жизнь доказывает, что людей воевать не перестанут, противоречия канонические, там, не знаю, религиозные, национальные, этнические и так далее, они никуда не исчезнут. И вопросы безопасности, как были приоритетными по отношению к экономическим и всем остальным, так и останутся. И, видимо, это, конечно, отбросит Израилю части отношений с этими арабскими странами, ну, Персидского залива, Суницкого ареала, а отбросить на какое-то расстояние, безусловно, потому что последствия операции, которые они обязательно проведут в секторе Газа, они будут иметь и политически. Очень жаль, в общем-то, и палестинцев, которые, в общем, тоже находятся под гнётом. Хамас – это же тоталитарная секта, понимаете? То есть, жизнь в Хамасе, она, ну, на территории Хамас, в тех три Газа, которым владеет Хамас, она же ужасающая. Будем честно говорить, ничего там нет вообще. Вот, если кто смотрит сериал Фауда, замечательная картина, кстати, причём сочувственная местами по отношению к палестинскому народу. Там, крестинцы, показанные простые люди, в общем, хорошими людьми. Да, это и религиозная проблема, и национальная, и традиционная, и историческая, какая угодно. Но всё-таки эти народы никак не могут вырваться в демократию. Потому что если бы она там была, хоть в секторе Газа, хоть на западном берегу реки Иордан, то, может быть, какой-то и был бы шанс. Но вот замкнутые в этом узком пространстве, сдавленном пространстве между бесконечной войной и Хамас, это всё-таки движение исламское, они не секулярные, как в основном, какими являются бывшего ООП, то, что на западном берегу реки Иордан, оно как бы не даёт людям никуда развиваться, ничего невозможно делать, вы понимаете? То есть у людей вообще нет никакой возможности как-то из этого архаики вырваться. Это очень печально. В общем, и для, естественно, и для Израиля, но и для самих палестинцев тоже печально. Вот что делать. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok